здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в 16 уроке видео курс а уникальные виджеты adobe meuse в этом уроке мы будем смотреть интересный виджет такой серьезный виджет который делает очень много всевозможных всяких анимаций при наведении мыши на любой объект будь это объект adobe meuse текстовый слой прямоугольник картинка и даже этот виджет работает на библиотеке мини приложений родные библиотеки adobe meuse здесь в этом демо в этом примере идут просто такие текстовые фреймы с названием анимации то есть смотрите эффекты при наведении мыши мы наводим grow например эффект это вот видите при наведении всплывает этот элемент чуть больше и так далее просто наводим и смотрим какие эффекты здесь есть дальше анимация заливка есть все делать один виджет видите вот такие вот эффекты вот такие вот эффекты и так далее анимация с рамкой тоже всевозможные анимации есть тут с рамкой и анимация с тенью ну тени сделал такого же цвета поэтому вот здесь видно на подсвечивается и вот я сделал библиотека мини приложений до боли всем знакомые да многие ей пользовались и вот смотрите внизу например можно сделать да и при наведении на картинку видите также можно использовать этот виджет и вообще на всем мини приложения вот например форма видите просто навожу мышь и идет бесконечная анимация постоянно трясут трясется то есть от рабочая форма можно ей воспользоваться конечно этот эффект здесь ей будет мешать но это я вам просто демонстрирую давайте перейдем в adobe muse и посмотрим как работать с данным виджетом виджет перетаскиваю на холст вы можете распорожить там где вам он не будет мешать у него есть ряд настроек но мы их рассмотрим чуть позже ну смотрите вот например мы берем прямоугольник то есть как пользоваться этим виджетом виджет просто достаточно разместить на холст дальше мы делаем такую вещь прямоугольник размещаем например я делаю его какой-нибудь заливочку и вы сможете эффекты брать прямо с этой страницы то есть вы на лендинге на моем когда зайдете в демонстрацию данного урока здесь все эффекты я представил чтобы вы могли с легкостью если вы забыли скопировать этот эффект вот например поворот то есть вы просто вот так вот прямо отсюда с лендинга копируете правой кнопкой мыши копировать и как задействовать эту анимацию вы выделяете этот объект и идете гипер ссылки вот видите наверху в миус и где подсказка вам нужно прописать данную анимацию но она не будет работать без волшебного слова вы вначале всегда перед анимации должны прописать такое слово по-английски news слитно и free то есть свободно да или бесплатно вот так обязательно пробел и потом выставляете скопированную анимацию и enter все больше ничего делать не нужно объект будет работать смотрите я допустил ошибку видите буквально если вы одну букву напишите неправильно то у вас не сработает вот даже вижу я здесь написано не миус вместо умнее стоит так что будьте внимательны давайте я это исправлю enter и смотрим вот вы видите да объект теперь делать поворот и все тут остальное все у нас по аналогии давайте еще я вам покажу например вот заливка вы копируете просто отсюда текст анимации опять же чтобы заливка сработала на такой блок я не знаю сработает нет скорее всего заливку надо будет убирать сейчас посмотрим также выделяйте этот элемент заходите гипер ссылки я удаляю только название анимации news free оставляем и название новой анимации enter смотрим а нет у нас происходит заливка да кстати вот откуда взялся синий цвет я вам сейчас покажу это у нас настройки виджета и в общем не вижу смысла вам дальше показывать да вы просто копируете название прямо из кнопочек название анимации и остальные анимации они все аналогичны абсолютно теперь за давайте заглянем в настройки самого виджета да смотрите курсор вид первое стоит помолчаем дефау смотрите вы не обратили внимание если я навожу мышь на этот элемент у меня мышка не меняется если мы выберем pointer то будет мышками сменяться на пальчик как будто есть там ссылка если хелп то будет стрелка с вопросиком вот давайте я выбрал хелп и посмотрим я навожу мышь да кстати это работает не на все эффекты вот видите здесь ничего не произошло сейчас объясню почему этот эффект заливки он у нас относится к вот этой части эффектов background transition у него свой эффект точно такие же эффекты да то есть смотрите если мы бы выбрали эффект вот который у нас самом начале идет то есть эффекты при наведении мыши тогда бы сработала мышка а для вот этих эффектов заливки точно такое же точно такая же настройка имеется вот здесь то есть мы здесь выбираем хелп и теперь на эти эффекты появится курсор другой вот вы видите появилась рядом с курсором вопросик то есть это если где-то будет нужно вы сможете менять или же просто pointer то есть это будет пальчик вот я навожу вы видите появляется палец и вот ниже ведь идет дальше border transition то есть это эффекты с рамкой здесь также можно выбрать курсор и здесь есть четыре вида эффектов и для каждого эффекта вы можете выбирать цвет то есть для background transition выбираете цвет я вот на все поставлю такой цвет то есть тут ничего сложного нет вот вы видели я цвет сменил на темный серый у нас заливка была синим цветом да давайте посмотрим вот я навожу мышь и из-за того что у меня цвет одинаковый с задним фоном такое ощущение что желтый прямоугольник он просто сам уходит на самом деле здесь приходит происходит заливка таким же цветом а дальше border transition вот эти настройки относятся к эффектам там где у нас эффекта рамки давайте я вам покажу ниже прокручиваете вот анимация с рамками вот они да вот они все здесь для этих эффектов у нас здесь также пальчик понятно я уже говорил здесь вот можно задать толщину рамки вот здесь вот для всех анимаций что касается именно рамки для всех анимации рамка одна меняется вот здесь или толще делаете или тоньше и также цвет для рамки меняйте два вида эффектов и поэтому для двух эффектов здесь меняется цвет дальше shadow in glow transition это у нас тень то есть смотрите это самый нижний практически самый нижний вот где у меня тень здесь также вы можете сменить пальчик до поменять на эти элементы и выбрать цвет тени но черный принципе я оставляю ну и теперь наверное вам будет интересно как работать с мини приложениями как задать эффект все то же самое я например беру слайд-шоу перетаскиваю на холст и вот смотрите как сделать нижнюю часть заливкой да вот вы видите я выделил элемент этого слайд-шоу сначала давайте посмотрим какой подойдет ему эффект это эффект у нас заливки наверное и вот он вот такой эффект который у меня в демонстрации здесь вот я просто копирую эффект значит элемент я выделил также иду в гиперссылки пишу muse free пробел название эффекта вставляю и смотрите сразу это дело вы все копируете потому что у нас здесь идет слайд-шоу и тут три изображения для каждого изображения нужно это прописывать если у вас больше изображений значит больше надо делать таких тел движений то есть вы прямо здесь вот кликайте по стрелке вот вы видите здесь счетчик переключилась с первой на второе изображение опять вы выделяете этот элемент идете гиперссылки видите здесь пусто и всю эту конструкцию вставляете минус free пробел название анимации enter и так дальше со всеми остальными элементами можно разные эффекты повесить на каждое изображение и соответственно наверное можно и повесить эффект еще и вот на эти и стрелки видите раз у нас гиперссылка есть значит сюда тоже можно повесить эффекты ну и на картиночку да давайте я вам покажу то есть это эффект grow вот вы просто копируете его он смотрится до достаточно симпатично значит я беру первое изображение просто вот так выделяю гиперссылки news free пробел название анимации grow нажимаю enter и также не забываем это копировать для каждого изображения это проделываем 3 и просмотрим браузере вот вы видите да эффект срабатывает здесь заливается цветом и на остальных у нас все работает вот теперь что касается вот таких элементов сейчас я вам покажу форма например форма смотрите вставляю форму просто надо форму эту анимацию не повесить у нас здесь не появляется верхней панели adobe muse гиперссылки да есть такой старый хитрый ход вы переходите кнопки вытягиваете одну кнопку у этой кнопки внутренний элемент выделяете удаляете заливку убираете проверяете что у других не было никаких состояний теперь смотрите этот элемент немножко вот так вот вытягиваем один раз кликаем по нашему по нашей форме правой кнопкой мыши вырезать кликаем выделяем нашу вот эту кнопочку и внутреннюю правой кнопкой мыши и вставить мы как бы внутрь помещаем в контейнер вот в эту кнопку теперь она двигается вместе с кнопкой да и вот для этой кнопки вы выделяете и теперь у нас гиперссылки работают давайте проверим это я выберу какую-нибудь анимацию например вот эту копирую выделяю нашу кнопку гиперссылки news free пробел анимация enter идем в браузер и смотрим вот видите эффект работает на форму то есть это реально рабочая форма она будет отправлять когда вы настроите и она имеет еще такой эффект вот в принципе все думаю вы дальше разберетесь с этим виджетом на этом я урок заканчиваю и увидимся в следующем